Теперь посмотрим, как мы можем поменять всякие штуки И какие интересные вещи можно делать с интерферометром Значит, напоминаю, у нас все установлено так И мы только что делали анализ траектории Что в первый детектор, то бишь сюда ничего не приходит А вот сюда приходит весь свет Это то, что мы сейчас только что установили Что мы можем сделать? Это на одном из путей света поставить, например, стеклышко Или любой объект, который пропускает свет Но заставляет его изменять длину Чуть-чуть по-другому У него есть какой-то коэффициент преломления И он заставляет его чуть-чуть по-другому крутить свою стрелочку То есть шагать более короткими или более длинными шагами Более быстро и так далее То есть который вносит в одну из его траекторий фазовый сдвиг Допустим, этот фазовый сдвиг будет минус пи В принципе, все равно минус пи, плюс пи Главное, что он повернет любую из стрелочек дополнительно еще на 180 градусов Если она проходит, конечно, через эту стеклышко То есть вы понимаете главную идею Что это стеклышко действует не на обе траектории А только на одну Только вот на эту траекторию Потому что по второй траектории, когда двигается свет Он никакого стеклышка не встречает И поэтому только на одну из траекторий он будет действовать Давайте посмотрим, какое действие будет Вспоминаем наши предыдущие четыре ситуации Я их вот здесь нарисовал Значит, помните В первой ситуации А у нас было плюс 3 пи на 2 Стрелочка влево смотрит В ситуации Б Вот здесь у нас было плюс пи на 2 Стрелочка смотрит вправо Эти две траектории шли к первому детектору Вот они идут к первому детектору Идут вверх И они друг друга уничтожают Сюда свет не приходит Вторые две Одна траектория плюс пи Вторая траектория плюс пи Обе идут ко второму детектору Усиливают друг друга И поэтому свет приходит сюда Давайте посмотрим Значит, на какие траектории будет действовать Это желтая вставка На траекторию А она будет действовать Потому что свет идет там На траекторию Б она не будет действовать Потому что свет идет через низ На траекторию С она будет действовать А на траекторию D она опять не будет действовать Да Давайте посмотрим, какие из траекторий нам надо изменить теперь 3π на 2 минус π Мы получаем π на 2 Да Я зарисую это новым розовым цветом Плюс π на 2 Вообще, я мог придумать, что желтая штука передвигает все на плюс π На разное количество, но мы сейчас смотрим именно такой Именно такой пример Значит, теперь я стираю стрелочку Получаю новую стрелочку, которая смотрит вправо Да Теперь дальше На траекторию B ничего не действует Поэтому для траектории B остается тот же самый результат Вы видите, эти два результата теперь одинаковые Стрелочки смотрят в одну и ту же сторону Что происходит с траекторией C? π плюс π минус π равно 0 То есть стрелочка здесь опять смотрит вверх Да Поэтому я сотру и зарисую новую 0 Стрелочка смотрит вверх С траекторией D опять ничего не происходит И остается тот же самый результат плюс π Что мы теперь видим? Что первые две траектории А и B Теперь усиливают друг друга То есть наши стрелки смотрят вправо и вправо И свет будет приходить только в первый детектор А во второй детектор Из-за того, что эти траектории друг друга уничтожают Свет не будет приходить То есть теперь, добавив это стеклышко Наша ситуация меняется Мы больше не получаем свет во второй детектор Второй детектор теперь стоит пустой А весь свет идет в первый детектор То есть поставив что-то на пути На одном из путей, одной из рук интерферометра Мы получаем новую интерференционную картину И это можно использовать, например, изучая преломление Или коэффициент преломления Где сюда ставится что-то, у чего есть определенный коэффициент преломления И мы знаем, с какой скоростью он крутит стрелочку А сюда, вместо желтой Мы ставим что-то, у чего неизвестный коэффициент преломления И тогда, меняя вот эту длину И достигая определенной интерференционной картины Например, что все двигается в первый детектор Мы можем понять, рассчитать коэффициент преломления света Вот этим материалом Это одно из таких применений Но есть еще всякие разные применения Продолжение следует...